Доброе утро, друзья. Игра мальчики, игра девочки, игра взрослые, игра дети. В эфире Игромания утром. И с вами... Игра что? Не знаю, это как-то спонтанно получилось. Хорошо. С вами Игра Захар. И Игра Артоваст. Нет, давай нормально представлю. Артоваст, хочу смеяться, пять минут мурадян. И Захар, я всегда одет как на свадьбу бочаров. И за кадром у нас Василий, не стреляйте в пианиста, Копейкин, который нам делает аудиосопровождение нашей передачи. Да, в реальном времени. То есть он сидит и играет на пианино. Каждый раз, когда вы жалуетесь на то, что музыка играет не в попад или как-то громко, Вася берет это на свой счет, потому что он сидит тут в белом фраке и играет на рояле за кадром. Собственно, у нас сегодня последний июньский день. И мы подготовили для вас несколько очень неплохих новостей. Кстати, подожди, я совсем забыл тебе сказать, что мы сегодня кое-что разыгрываем. А, и мы сегодня кое-что разыгрываем. Мне нравится, как Вася на меня смотрит. И разыгрываем мы... Диска Batman Arkham Knight для PlayStation 4. Вот такие дела. Подведем итоги мы в пятницу, а сделать надо всего лишь очень простую вещь. Сделайте свой... Во-первых, очень важный момент. Диск мы отдаем в руки, то есть с самого у вас, друзья, сразу. А мы в Москве, да. Да, мы в Москве, да. Так что сразу, если вы вдруг выиграете откуда-то, пожалуйста, присылайте своих родственников, приезжайте сами. Но лучше, конечно, если вы будете в Москве, сразу можете его забрать. Вот, потому что отправлять почту – это плохая идея. Мы уже пробовали много раз. Давай условия. Условие следующее. Все очень просто. Сделайте свой косплей на Бэтмена. Ну, не так, как мы. Можно и так. Главное, чтобы нам было смешно и весело, или он был крутой. В общем, наше экспертное жюри в лице меня, Захара и Василия, отберет победителя. Вот. Единственное условие – то есть косплей на Бэтмена, плюс в кадре, чтобы это был ваш косплей, чтобы мы понимали. Должен быть, ну, игромания в каком-либо виде, там, логотип из монитора или журнал в руке, или что-то типа того. Вот, и у вас будет шанс выиграть. Очень сложный конкурс, мне кажется, поучаствовать один человек. Почему сложный? По-моему, очень простой конкурс. Я шучу, конечно. Да, вы можете… Конкуренция еще не такая высокая. Да, если что, я тоже отправлю свои фотографии на конкурс. Руки в руки. Ту самую фотографию. Наш легендарный Photoshop. Да. Вот. Что еще? Ну, можно начинать? Да, вступление получилось такое длинное, поэтому мы перейдем к новостям. Первая новость. В сети появились первые скриншоты сравнения ремастера Darksiders 2. Собственно, Darksiders 2 выходит на консолях нового поколения. Ни для кого это не секрет. Вот появились первые скриншотики, по которым можно оценить качество исполнения. Новость такая, собственно, созерцательная, размышлятельная. Потому что, ну, скриншоты, они есть скриншоты, вы можете их увидеть. А размышлительная часть заключается в том… Прости, я забыл сказать, куда присылаются конкурсные работы. Хорошо, конечно. Пожалуйста, это твой эфир. Ты можешь в любой момент вставлять эти перемарки. Ладно, закончи, пожалуйста. Прости, пространство. Хорошо. Вот, и, соответственно, главный интриг будет ли после этого третья часть. Потому что у студии, которая сделала Darksiders, дела идут неважно. Вроде как ее выкупили. По-моему, даже Crytek ее выкупила. А у Crytek сейчас тоже дела идут неважно. В общем, у всех все плохо. Лето. Да, у всех все плохо, но Darksiders все-таки может продолжиться. У нас осталось еще два всадника апокалипсиса. Вот, будет ли третья часть, вот в чем вопрос. А по поводу второй части. Ну, все выглядит примерно так же. У Darksiders 2 все было очень круто с арт-дизайном, поэтому я не думаю, что там что-то надо кардинально улучшать, если честно. Ну, подправили тени, судя по тому, что разработчики сказали. И первой части не будет, будет только вторая. Почему про первую забыли? Да фиг его знает. Вот такое вот решение. Возможно, если продажи будут хорошими, первую часть тоже запилят. Ну, на самом деле, по скриншотам особой разницы не видно. Видно, что просто текстуры стали четче. Да. Вот, и все. Ну, в принципе, это ок. Ну, вот такой вот ремастер. Мы просто хотели напомнить про Darksiders и про потенциальную третью часть. И, может, если кто не играл, весьма неплохая такая игрушка в стиле Зельды. Плюс там есть какие-то зачатки открытого мира. Попробуйте, посмотрите, может быть, это ваша экшн-рекшн-рекшн. Да, и когда выйдет, естественно, мы будем стримить так, что вы сможете насладиться и выбрать для себя, брать или не брать. Да. Собственно, еще раз напомню, что мы проводим конкурсы косплея на Бэтмена. Сфоткайте себя или кого-нибудь из своих с логотипом игромании в кадре, как я уже сказал. Присылайте свои работы на Утро Игромания.ру, которую вы видите, я не помню уже, над Захаром, да, вот здесь. Где-то там. Да. В районе моего Нимба. Итоги мы подведем в пятницу в утренних новостях такие дела. Да. Продолжаем новости. Вот это классно. Спасибо за эту новость, Захар. Мы отрубали голову в Средневековье. Переносить Killer Instinct на ПК будет компания Iron Galaxy Studios. Та самая компания, которая делала ПК-порт Batman Arkham Knight. Зачем? Я тебе знаю... Майклсон, зачем? Чтобы обладательным Xbox One было не так обидно за потерю эксклюзива. То есть, по факту, они его даже не потеряют, наверное. Это как будет порт, но об него просто вытрут ноги. Все нормально. В общем, сомнительное мероприятие, так скажем. Microsoft началась с ними сотрудничество еще в прошлом году. Возможно, они еще не подозревали подставы. А как тракта на год надо отрабатывать. Да, да, да. И самое смешное, мне нравятся новости. Написано, поклонники уже выразили сомнения. Ты представляешь, как поклонники выражают? Остороженно. Я представлю, что сотни комментаев. Что за... И там, типа, не делайте этого, пожалуйста. Да, да, да. То есть много-много пропущенных слов. И таких, мне кажется, миллионы. Киллер инстинкт, да, выйдет все-таки на ПК. Может быть, Iron Goat. Не, не факт. Не надо говорить еще. Потому что она... Выйдет и уберет. Она заглянет на ПК, как в гости такая, типа, попить чаю и посмотрим, что будет дальше. Слышь, меня всегда бесила эта фраза в новостях, а теперь она оказывается оправданной. Какая? Заглянет. Вот это так глупо звучало, а теперь действительно заглянет, а что будет дальше, мы живем, увидим. В общем, да, но на самом деле, мне кажется, над файтингом работать в целом, ну, как-то проще, наверное, должно быть. Скажи, порт Street Fighter 4 на PlayStation 4 довольно рукожоп, скажем откровенно. Это, я так понимаю, прилагательное. Вот, да, но ее дело с Амасони, то есть на старуху бывает проруха. Да, бывает проруха на старуху, и файтинги очень критично, прям вот, чтобы не было дропфреймов. На ПК, по идее, с этим проблем не должно быть, но Бэтмен. Ну, в общем, друзья, давайте помолимся по кабагам, для того, чтобы Айрон Galaxy Studios опомнилась, встала на пути стены и сделала нормальный, извинительный ПК-порт. Да, потому что, ну, когда у тебя студия, которая заказывала тебе порт, отнимает его, чтобы доделать и допилить, это очень плохо, серьезно. Ну, это, типа, как ты своему младшему брату сделал что-то сделать, какую-то работу, а он, типа, не смог, и такой, ааа, найди. Да, 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 да. Давайте скиллеристом такого не будет, потому что, ну, файтинг-то неплохой, хотелось бы увидеть его во всей красе. Да. Следующая новость из нашей рубрики Нинтендо. Фанат сделал то, что Нинтендо не может сделать в последние несколько лет. А, нет, ну... Сделал нормальную графику, выгодил. Да, давайте без сарказма. Просто вот фанат, молодец, взял, очень сильно увлекся темой Марио в стиле Next Gen'а и перенес его на движок Unreal Engine 4. Результат очень впечатляет, вы можете видеть его на видео, за исключением того, что арт-дизайн, конечно, вот окружение у него довольно ощутимо страдает. То есть до уровня Нинтендо не дотягивает, он бегает в каких-то футуристических локациях, когда бегает не в них, а в приличных... А, в приличных, господи. В неприличных. В привычных для Марио там лесах и полях это выглядит пустовато. Но, тем не менее... Но эти леса и поля немножко не из той степи, так скажешь. Ну, фанатская работа очень крутая проделана, джинса прям джинсовая, монетки хочется лизнуть, все очень круто, и лужи, и шейдеры, и так далее. Вот, за исключением того, что это не всегда выглядит как Марио, сделано очень круто. Ну, то есть какой-то, знаешь, как будто локация из Tomb Raider, вот зимняя, например. Ну, мне кажется, понатырил действительно из разных игр вдохновение, скажем так. Нет, в общем, идея крутая, главное, чтобы он смог переложить классические локации Марио, этого будет достаточно. Действительно, просто вы на Unreal Engine. Ну, что это значит? Я вижу Марио в метро, там, Марио в Раккун-Сити. Это что-то вроде Прометей вообще просто. Вообще забавные, там, конечно, есть моменты, но, тем не менее, это все-таки фанатская модификация. Она выйдет в свободном доступе, когда будет... Марио дома. Марио дома. Почему? Всегда было интересно, кстати. Вот, что он делает, когда... Совершенно неплохо живут итальянские водопроводчики. Да, у него плазма, кстати, такая. Набил монет. Ничего так себе висит. В общем, модификация будет в свободном доступе, если ее не зарубит Nintendo. А Nintendo, скорее всего, ее зарубит, потому что то же самое мы уже сделали там с фанатской... Давайте сразу прощаться с этим Марио в общем. ...фильмом про Метроида. Да, скорее всего, не увидим ничего, кроме видео. Тем не менее, дает нам представление примерно о том, как может Марио выглядеть на приставке Nintendo NX, которую Nintendo планирует анонсировать в будущем году. Да, всю правду говоришь, Захар. Всю правду. Как всегда, как всегда. Давай. Так, продолжим. Классные новости про не до Бэтменов и прочего. Создатели Batman Arkham Origins работают над новым проектом. И это не Batman Origins 2 или что-то типа того. Да, это не новая часть Бэтмена, похоже. Да. А? А, не новая часть Бэтмена. Ну да. Вот. Я хотел сказать, что студия называется Warner Brothers Monoreal. И, в принципе, Batman Arkham Origins, он был довольно-таки неплох. Но он не дотягивал до первых двух частей. Но он был достойным. Там не было особых каких-то нововведений. Они просто сделали, так сказать... Да, я вставлю маленькую реманочку. Да ради бога. Маленькую реманочку. А вроде как это будет новая IP. Да, это будет вроде как новая IP. В открытом мире. И я предполагаю, что... Кстати, она может быть не просто новая IP. Это может быть, например... Что-то из Warner Brothers'ких. Да, да. Например, я сразу подумал про Shadow of Mordor и обрадовался. С одной стороны, с другой расстроился. Потому что ребята, ну, не умеют пока делать оригинальных каких-то вещей. Но Shadow of Mordor это все-таки старый IP. Они могут сделать что-то новое во вселенной Властелине Колец. Либо, да, что-нибудь новое во вселенной Властелине Колец. В общем, это что-то будет с боевкой Warner Brothers наверняка, мне кажется. А я хочу сказать, что на самом деле в Batman Arkham Knight есть жирная отсылка к Константину. Там можно найти какое-то вот это вот исследовательское бюро Джона Константина. За закрытыми дверями. Было бы неплохо. Игру по Константина я бы с удовольствием поиграл. Да, от Rocksteady или от Warner Brothers. Ну, в смысле, от Монреаля. Ну, от кого угодно. Если они сделают на уровне, то... Ну, армию. С одной стороны, может быть, это просто отсылка к другим вселенным DC. А может быть, это намек на будущий проект. Это, кстати, не единственная отсылка к вселенным DC. Там есть отсылка к вселенной Супермена, да-да-да. Вот. В общем, ждем. Довольно интересно мне лично. Потому что Warner Brothers... Не то, что прям не могу сказать, что все игры супер-хорошие, но и просто какого-то откровенного шлака не делает. Я сейчас не говорю о портах. Сделать новую часть Scribble Notes. Ты играл в Scribble Notes? Ты играл, в которую надо в блокноте писать слова, и они появляются? Я играл, по-моему, в первую часть на DS. Ого-с-вот. Она очень амбициозная, но такая вот... Просто не складная. Это что-то невероятное. Да, напомню, что эти ребята уже... Ну, Warner Brothers Montreal делали Batman Arkham Origins. Кроме этого, делали Batman Arkham City, которая вышла для Wii U. Вот. И LEGO Legends of Chima Online, или Chima, и я даже не знаю, не хочу знать. Chima. Не, не Chima. Не, ну Chima, да, это у них отдельная вселенная. И пока это не внушает радости, но хочется... Нет, Origins была нормальной игрой. Не, я имею в виду, что они не делали никакого нового IP. Они просто либо адаптировали, либо делали старый IP какой-то. Ну вот пора, собственно, им наконец-то. Да, пора. Пора взрослеть, ребята. Пора взрослеть. Мы с вами. Как Guerrilla Games. Вот они, например, очень круто освоили, похоже, новый IP. Ждем подобного откровения и от Warner Bros. Montreal. Пока мы его ждем, переходим к следующей новости. Намка Бандай готовит серьезный анонс, связанный с серией Tekken на 7 июля. Собственно, он запланирован. И, вероятнее всего, это будет анонс о том, что Tekken 7 портирует на домашней консоли. Потому что это всегда случалось. Сначала Tekken выходил на аркадных автоматах в Японии, а потом заглядывал на домашние консоли. И ждем того же самого. Ну, если вдруг вы не в курсе, то 7 июля это как бы 7.07. Поэтому это такой очень жирный намек, да, что что-то про Tekken 7. Еще картинка как бы в кофте говорит. Ну, это ерунда. Картинка это как бы уже так. Вот 7.7 это да, это серьезный намек. Это серьезный намек, да. Картинку, господи, из-за сета взяли и поставили. Есть еще версия, что игру портируют на ПК. Но пока мы можем просто гадать, собственно, чем мы и любим заниматься по утрам. А, кстати, немножко возвращаясь к рубрике Нинтендо, я не думаю, что Tekken 7 стоит ожидать на Wii U. Но на Wii U есть своя игра, которая называется... Однамка Бандай, тоже файтика, называется Pokken Tournament. И это Tekken с покемонами. И я сейчас не шучу, и там есть джаглы, комбы и так далее. Он тоже сначала выйдет на аркадных автоматах. А для тех, кто сейчас посмирится в кулачок по поводу того, что игры выходят на аркадных автоматах, в Японии это на самом деле довольно развитый рынок. У них стоят 7-этажные здания, утыканные этими автоматами. Поэтому выход Tekken 7 сначала на аркадных автоматах, это как бы нормальное решение. И совершенно точно протестировали на какой-то определенной аудитории перед тем, как... На самой хардкорной, кстати, аудитории. Да, на самой хардкорной, между прочим, действительно, которые ходят, чтобы во все это поиграть. Вот, перед тем, как выпустить на консолях. Единственное, что меня расстраивает в этой новости, что, блин, ни слова про новый Soul Calibur. Я вот не люблю Tekken, я люблю Soul Calibur, я хочу в него играть. Я не адский фанат джаглов там и так далее. Вот это все не... Слушай, ну сейчас отработаю эту тему с Tekken 7. Слушай, когда последний вообще Soul Calibur выходил? А я не особо слежу, но давно. Сто лет назад. Я очень скучаю, мне очень не хватает. Mortal Kombat, конечно, круто, но он скоро уже, ну, начнет приедаться. Ну что ж, ты молчишь, надо петицию пилить. Да. Всегда это делают, садятся и на Change.org там или на фунт-сайте петиции. Все, и давайте быстрее. Ладно, в общем, ждем. Действительно, больше файтингов хороших и разных. Mortal Kombat уже есть. Tekken 7 тоже хотим, Soul Calibur тоже хотим. Все хотим, давайте и побольше. Больше, больше, да. Telltale покажет сюжетный режим Minecraft на этих выходных. Прям новости сегодня меня улыбают. Я сегодня, когда их читал сюда... Улыбался. Такой читаю и прям радуюсь, да. Сюжетный режим Minecraft это нормально, то есть ты будешь такой сидеть там, и у тебя на экране типа сотни миллионов пикселей, квадрат их побольше, и ты такой, блин, квадрат их побольше, такой, что вам... Отрублю себе палец или не отрублю, отрезать мне квадратную руку или нет. Или пришить. Да, и сейчас все фанаты Майнкрафта плюют в мониторы и бросают в меня, не знаю, едой. Крипер запомнит. Крипер запомнит. Собственно, самое веселое, что это еще пройдет на фестивале Майнкон. Вы, наверное, не знали? Когда я узнал, что в Майнкрафте есть фестиваль, я понял, что я что-то делаю не так в этой жизни. Конечно. Не, ну конечно, я знал, что он есть, но это все равно. Для меня это боль. В общем, будет какой-то тизер, неизвестно, может Telltale попробовать себя в каком-то новом жанре. Нет, зачем? Может быть, это будет не интерактивная история, но, скорее всего, это действительно будет интерактивная история. Сингловая вот такая вот тема. Да, стопудовая, да. Мне сложно прокомментировать, потому что мне тяжело представить. То есть то, что Арик сейчас сказал, это, конечно, шутка, но и не шутка, потому что, ну как иначе? Графика очень схематичная, какую-то драму там реализовать в мире Майнкрафта это глупо, какие-то решения в мире Майнкрафта... Я думаю, это должна быть какая-то комедия, иначе это будет провал. Да, с другой стороны, когда вышло, когда анонсировали Tales from the Borderlands, все такили пальцем и говорили, смотрите, Telltale совсем сошла с ума и делает какую-то ерунду. Слушай, нет, когда, кстати, по Borderlands там все хорошо, потому что там мир отличный. Там уже мир проработан, там, ну, тут тоже непочатый край всего. Раскрывает совсем другими акцентами, понимаешь? Там именно что, юмор и какие-то совершенно неожиданные ситуации. Может быть, они смогут найти подход к миру Майнкрафта, но я не могу это говорить серьезно. Может, это жизнь крипера будет? Пробивает на улыбку. Ну да, надо за что-то зацепиться. Просто, ну, основная, как это сказать, основной фундамента в построении любого сюжета, любой истории, это какой-то конфликт, какая-то драма. Вообще, какие-то персонажи проработанные там и так далее. Вокруг чего все крутится и в мире Майнкрафта мне просто тяжело это придумать. Ну, потому что все в Майнкрафте это user-generated content, по большому счету, поэтому, ну, в общем... Sims ждет Telltale Games, там тоже надо делать какой-то свой, наверное, альтернативный. Да, ну, мне кажется, тоже такая игра без цели. Слушай, как раз-таки Sims нет, потому что там все истории генериешь ты сам. Ну да. Там реально драму сам ты генериешь без проблем. Генеряешь. Генеряешь, да. Забавное слово. Предлагаю вести его в обиход. Ладно, черт с ним, с Майнкрафтом. Ну, в смысле, не черт, посмотрим, что будет, обязательно расскажем вам. Крипер с этим Майнкрафтом. Что мы увидели и как на нас это повлияло. Я не буду спать этой ночью. Собственно, следующая новость опять в рубрике Nintendo, которая сегодня полна-полна. Pokemon Shuffle, мобильный пазл про покемонов, выходит на iOS и Android, собственно. Nintendo начинает свое продвижение на мобильный рынок. Как я обещала, да. Быстрее, чем мы думали. Несколько месяцев назад, по-моему. Там, на самом деле, выходили какие-то приложения от Nintendo, но они были побочные, по-моему, тоже связанные с покемонами. Тем не менее, это полноценная игра, матч 3 фри-то-плей пазл, который сейчас доступен на Nintendo 3DS. Я бы не назвал это полноценной игрой прямо. Нет, ну, для мобильных устройств это... Нет, для мобильных это нормально. Там есть геймплей. То есть, по-моему, у них было хранилище для покемонов на iOS. Могу ошибаться, но что-то такое вроде было. Нет, здесь есть геймплей. Матч 3, матч 3. Три в ряд. Да, да, да. Собираешь три лица покемонов, и они удаляются. Ну, в общем, это все... Если вы не играете в такие игры, то я примерно объясню, потому что самое ближайшее, что из этого было из нормальных игр, это этот пазл квест. Да, пазл квест. Вот, кстати, есть суперпопулярная игра в этой вселенной в Азии, сейчас скажу, называется Puzzle and Dragons... Нет, Puzzle and Dragons, по-моему, так все-таки, Z. В Азии суперпопулярная тема, ее скачивают из App Store миллионы и миллионов раз. И недавно она вышла на 3DS в тематике Mario. Я думаю, это следующий претендент на портирование. Простите, если я ошибся немножко с названием, она просто действительно очень такое общее. Вот. И многие, наверное, из вас играли, просто тоже такая похожая аналогия. Там примерно то же самое. Ну, суть, собственно, в том, чтобы, как всегда, gonna catch them all, вам надо собрать покемонов. Но единственный минус пока что, который есть в этой игре, как и во многих фри-то-плей играх, это Paywall. То есть вы можете в день сыграть только несколько раз, либо потом заносить бабло, либо ждать какое-то время, чтобы сыграть еще. Вот. Игру, когда выпустили на 3DS, ее там чуть ли не сразу скачали, более миллиона раз. Более миллиона раз, что очень хороший показатель, потому что во время, когда выходила эта игра на 3DS, не очень дружили, как бы, обладатели Nintendo 3DS с фри-то-плеем. Ну, вообще, аудитория Nintendo. В общем, вот такие дела. Посмотрим. Я думаю... Я уверен, что игра зайдет. Я уверен, что игра зайдет, но, на самом деле, от показателей этой игры сильно зависит то, что мы увидим от Nintendo на мобильных платформах в будущем. Кстати, правильный выбор — выпускать именно такую игру, которая, ну, обречена, в принципе, скорее всего, на успех, потому что такие игры люди любят, скачивают. И я даже скачаю и попробую. Для первой игры оптимально. Кстати, вот на днях вышла Temple Run 2, просто, как бы, продолжая небольшую сводку по мобильным играм, которая... Сиквел знаменитый Temple Run, который играли, наверное, практически любой человек, у которого был мобильный телефон на iOS или Android. Ее за 4 дня скачали 20 миллионов раз. То есть, это продажи, ну, GTA 5, наверное, на пастгене. Нет, GTA там 50 миллионов. Ну, это суммарно, как бы. То есть, какие-то бешеные показатели, конечно, некорректно сравнивать, но просто, как бы, чтобы оценили масштабы. В общем, Free-to-Play это серьезный бизнес. Нам он не то, чтобы очень нравится, но... Ну, да. Ну, вот так. Да. Ну, то есть... Такие дела. Я небольшую ремарку, да. Я вот Free-to-Play не люблю только из одного из-за пейвола, потому что я никогда не заношу... Ну, в этом смысле. В 99% случаев я не заношу деньги в Free-to-Play, поэтому я в него не играю, потому что я играю, типа, два часа, после этого мне говорят, заплати, я говорю, до свидания игре, все. Ну, как бы, чаще всего это так происходит. Вот что называют короткими игровыми сеансами на мобильных устройствах. Ладно, продолжай. Вернемся к хардкору Хардкоровичу. Следующая новость про The Elder Scrolls. Да, следующая новость очень хорошая. Bethesda не будет делать ежегодного продолжения The Elder Scrolls. Я сейчас объясню, почему она хорошая. Вы не думаете, я не хейтер Skyrim и прочего. Тодд Говард и Пит Хайнс. Вот я хотел сказать тебе Тодд Хайнс, а это Пит Хайнс, в общем. В общем, Пит Хайнс заявил, это вице-президент по маркетингу Bethesda, заявил, что Skyrim 2 не будет. И небольшой кусочек его прямой речи. Он сказал, что мы не те ребята, которые делают ежегодно, это Камень в огород, сами знаете, какой компании. Мы не та компания, которая паразитирует на своих франшизах. Мы не собираемся на летучках, чтобы обсудить, какие 25 игр выпустить в этом году. И это очень крутой подход, и ребята не хотят делать продолжение Skyrim, а хотят делать новый Elder Scrolls. И это понятно по посылу. Напомню, что Elder Scrolls Skyrim, Elder Scrolls 5 Skyrim вышел в 11-м году. Уже 4 года не отнялось, что написано. С момента выхода Skyrim прошло, и там... Уже 4 года никаких вестей, сейчас они делают Fallout 4, обещают его поддерживать в следующем году. И вообще, мне кажется, новую часть анонсируют, или сливы начнутся только после релиза Fallout. Да, кстати, по поводу Bethesda еще вспомнил, что сказали на днях, что не обязательно проведут конференции на E3 в следующем году. То есть вот это к их политике, собственно. Если нечего сказать, то говорить-то не будем. По поводу Skyrim 2 действительно не нужно, потому что вспоминаю такой пример, наверное, очень близкий. Final Fantasy XIII, XIII-II и Lightning Returns, которые просто клепали, потому что фанаты, ну, грубо говоря, хотели. Причем не core-фанаты. Да. Core-фанаты блюдали и плевались. Собственно, хорошо, что Bethesda следует, как бы, своей философии. Следующий Elder Scrolls будет, наверное, не про Skyrim, а про какую-то новую территорию. Как и положено. Как и положено, это будет полноценная, масштабная игра в открытом мире. Очевидно, это приносит достаточно денег для того, чтобы продолжать гнуть свою линию. Респект таким ребятам. Ребята, да, не заморочены на вышибании нереального количества бабла. Ну, то есть, вот они и так зарабатывают очень много, понятное дело, потому что почти все игры, которые они издают и делают сами, очень успешные. И, ну, они просто, ну, они понимают, что если они могут каждый день делать по Skyrim, ну, каждый год, то есть. Каждый день делать по Skyrim. Вот, и все будет хорошо, но они, ну, зачем? Ну, то есть, они могут себе позволить сделать один Skyrim раз в пять лет и безбедно жить. Да, в целом, совершенно согласен. Это очень крутой подход. Сделай хорошую игру, а потом не презентируй на ней, сделай просто вторую хорошую игру и делай им продолжение раз в несколько, блин, раз в пять лет. Все будут ждать, все будут рады, будет дикий хайп. Хорошая новость получилась, на самом деле, я не планировал, но так контрастненько вышло, да, фри-то-плей против такого хардкора и премиума. В общем, Bethesda одобряем вообще, что они делают. Молодцы, ребята. Вы, наверное, немножко, у нас такие очень спокойные новости. Настало время сбросить прям что-то, нечто совершенно иное. Многотонное. Нолан Норд подтвердил разработку The Last of Us 2, друзья, ура. Вчера давай... Я прям когда читал, когда ты мне выслал список новостей, читаю, такой... Подпрыгнул, наверное, да. Я такой, да ладно. На самом деле, сливы были еще в резюме сотрудников Naughty Dog, которые покинули студию, потому что, ну вот сейчас все будут говорить, ай, негодяи, и пишут, через резюме сливают. Ну, на самом деле, друзья, работают над такой игрой, как The Last of Us 2. Это серьезная строчка в резюме, которую, конечно, нельзя выпускать. Тем не менее, ладно, не суть, как это случилось. Нолан Норд давал интервью, и когда его спросили, над чем он сейчас работает в компании Naughty Dog, сказал, ну, мы работаем не только на The Last of Us 2, но еще и на The Last of Us 2. И это, конечно, забавно, потому что мне это напомнило ситуацию, знаешь, когда у тебя есть какой-то секрет, который ты стараешься никому не рассказывать, держишь очень крепко себя в руках, всегда сдержан, четко его обходишь, а потом там какая-нибудь дружеская пьянка, ты сидишь, говоришь вообще об отстраненной теме и случайно выдаешь этот секрет, даже не думая об этом. Да, да, да. Как ты любишь говорить фарш, обратно уже не прокрутишь, поэтому, собственно, мы все узнали о том, что The Last of Us 2 все-таки в разработке. Ура! Напомним, что Нолан Норд — это голос не главного героя, не Джоэла, Джоэла озвучивает Трой Бейкер, а Нолан Норд — это голос его брата, прочел сейчас его имя в метро, и у меня вылетело из головы. Ну, брата Трой Бейкера в игре Last of Us. Брат Джоэла, в общем, да, он его озвучивает, если вы помните, когда там главные герои пришли в поселение, он их встретил. Да, на плотине, по-моему. Да, на плотине, да-да-да, вот этот вот длинноволосый парень, похожий на Дрейка, кстати, это немножко такое камео было, у него черты лица напоминаются. Может быть, да. То есть, соответственно, он, вероятнее всего, появится в сиквеле, если, конечно, Норд не будет озвучивать нового персонажа. Но самое главное, что Last of Us 2 будет, ну... И уже почти точно. Все понимали, все понимали, что, конечно, не бросить такую крутую вселенную, но хотелось какого-то более вещественного подтверждения. Мы его получили от самого Нолана Норта, ура, очень ждем. Мне кажется, единственное, что меня расстраивает, что мы увидим Last of Us 2 не раньше, чем, типа, конец 16-го или вообще 17-й год. Ну, нормально, у нас же будет Uncharted весной. Да, вот я о том, что они вряд ли выпустят в один год эти две крупные игры. А, кстати... Это было бы странно, это было бы круто, но это было бы странно. Нет, я думаю, раньше, 2017-го, а все же, да, не стоит. Да, скорее всего, но это наши догадки, диванные догадки. Да, но иногда они бывают правдивыми. Я хочу еще сказать, что в этом же интервью, но ООН Норт немножко рассказал про Uncharted 4, там же уволили главного сценариста, и после этого игра сильно довольно изменилась. И ее покажут сегодня в 21.00 на Twitch-канале Naughty Dog. Они продемонстрируют расширенную демо-версию Uncharted 4, кусочек которой мы видели на E3. То есть вот та сцена с погоней, которая заканчивалась тем, что Дрейк врезается в какую-то настройку из, как этих, досок. Мы узнаем, что было дальше, потому что Геворг смотрел за закрытыми дверьми на E3 и говорит, что там дальше... А это можно было говорить сейчас? Я думаю, да. Ну, это об этом писали в Твиттере свободно. А, окей, все, хорошо. То есть это не секрет. Вот, и сегодня мы это увидим с вами сами. Ты скажи, мы будем им это комментировать? Посмотрим, посмотрим. Если у Захара останутся силы к вечеру, а это на самом деле не так просто. Да, возможно, покомментируем, но если что, на Твиче Naughty Dog. Если мы комментируем, то только на нашем условились. Да, там на Naughty Dog не будет, только на нашем Твиче. Давай дальше, следующая новость тоже такая. Да, для фанатов мафии. Take2 регистрирует домены для Mafia 3. Я когда читал домены, мне было очень смешно. Mafia3 TheGame.com. Mafia 3 римская. Не, римская. TheGame.com. Mafia3.com и Mafia3 TheGame.com. Ты так это сказал, как будто сейчас надо дать паузу, чтобы зрители повторили. Уроки английского загравания. В общем, зачем столько доменов для одной игры? Нет, это нормально. Это чтобы другие не купили и начали там постить ерунду. Шучу, блин, ну что ты. Вот, да, чтобы другие не купили, но это совсем какое-то безумие. Ну, то есть достаточно было одного просто сочного домена или под название. Я хочу сказать, что такие домены дают нам практически стопроцентную гарантию, что это не будет ремастер, что это не будет фильм. И что, скорее всего, это будет игра. И, скорее всего, это будет третья часть. Мафия, скоро Gamescom проходит в начале августа. Я думаю, да, на нем... Вероятнее всего, да, там случается пара мощных анонсов. Наверное, приберегли Take-Two именно для этой выставки. Mafia 2 была... Mafia 1 была легендарной, Mafia 2 была неоднозначной, но в целом неплохой атмосферной такой игрой. Посмотрим, что будет с третьей. В любом случае, конечно, ребятам надо дать еще один шанс посмотреть, что выйдет. Меня эта новость немного расстроила, потому что я все-таки надеялся на тот кроссовер, тот слух, который ходил месяц или два назад, что... И, может, даже больше, что Take-Two и Тим Бонди будут делать совместно... Ну, и Rockstar, соответственно. Да, Rockstar. Совместно будут делать какой-то кроссовер в мире Mafia и L.A. Noire. И я очень дикий, большой фанат L.A. Noire. Я очень дикий, сказал Арик. Да, и дикий, ядерный фанат L.A. Noire. И я очень жду какого-нибудь вести об этой игре. И, к сожалению, пока их нет. Поэтому Mafia меня не так радует. У нас вполне может называться Mafia 3. Там могут быть элементы из L.A. Noire, которые сделают Rockstar. Спасибо, я знаю, что ты сделал это для меня. Я знаю, что это все очень маловероятно. Все еще может быть, да. Да, но изначально, если честно, идея такого кроссовера звучала довольно маловероятно. Но это так круто. Это было бы очень круто. Это так круто, блин. Но там его надо было бы мега филигранно отлаживать в плане баланса геймплея, составных частей, чтобы нигде не проседало. Ну, и представляешь, в Mafia будет, если такая крутая лицевая анимация. Да, да, лицевая анимация сама по себе хороша. Это просто взрыв мозга. Ну, может быть, неплохо. Я сейчас фанбоя включил. Если бы развели все-таки Mafia 3 и L.A. Noire 2. Если нет, меня этот вариант устраивает. Просто так как я жду L.A. Noire в продолжении уже давно, и его нет, я думаю, что, ну, типа, вот как-то его задвигают. Там, на самом деле, они разрабатывали новую игру, и с ней что-то непонятное. Она зависла. Заболела. Зависла, да. Ладно, мы закончили с бомбящими новостями. А сейчас пару, да, забавных новостей. Пару забавных новостей. Собственно, до МКС не долетел шаттл с очками HoloLens на борту. Технология HoloLens от Microsoft не взлетела. Breaking news. Да, собственно, на МКС космонавтам хотели отправить шаттл, в котором, помимо, там, еды... Ненужных вещей типа еды и так далее, им еще в HoloLens, очень важно, положили HoloLens. Да, для каких-то тестов, я так думаю, эти компьютеры... Да, я читал новость, сейчас расскажу. HoloLens, кстати, напомним, что это очки расширенной реальности от Microsoft, то есть это вещь, которая надевается на голову. Если вы смотрели E3, это тот момент, когда мужик вышел и бегал вокруг пустого стола, вот, а нам показывали иногда... Мы смотрели разные E3. Да, видео с камерой, которая воспринимала эту всю дополненную реальность, там было видно, что на этом столе мужчина видит Майнкрафт и может там как-то с этим взаимодействовать. В общем, HoloLens, к сожалению, не долетел до орбиты. Он пролетел всего 139 секунд, по-моему, если я не ошибаюсь, и разбился. Да, к сожалению, разбился. Шаттл без людей, так что не переживайте. Шаттл без людей, у космонавтов достаточно еды, поэтому можете не переживать по поводу того, что теперь, мол, вы тут про HoloLens, а бедные космонавты-то голодают, а на самом деле все окей, ну вот, очки им не доставили, значит, останутся на Земле. Да, собственно, из возможных моментов, возможных способов применения HoloLens в космосе, один из вариантов, это общение с Землей, когда они используют дополненную реальность, чтобы передать картинку, и с Земли могли дать какие-то советы там по ремонту, по ремонту, да, или каких-то вещей. В общем, очень крутая, на самом деле, идея. Я такой, по-моему, блин, это действительно цо, куда надо двигаться именно с этими очками, а не выиграть. Ну, то есть, в игре, да, это хорошо и весело, но в этом намного больше потенциала. Потенциала вообще очень много в этих очках, и интересно, как его раскрывают, это как бы дополнительная такая, дополнительный аспект. Жалко немножко, что не долетело, было бы прикольно посмотреть на то, как HoloLens работает в космосе, да, и работает в целом. Вот такая вот новость, да, такие дела. Да, последняя новость для фанатов коллекционных карточных игр, точнее, для их печали, потому что известная компания Mojang, которая разработала Майнкрафт, сворачивает свою карточную игру Scrolls. Что тут скажешь? Ее запустили в 12, ой, в 13-м еще году, в июне был, все это время был бета-тест, в 14-м ее зарелизили на ПК, Маке и Андроиде, но до iOS она так и не добралась, ну, в смысле, на мобильное устройство. Видимо, фанатов было немного, недавно вышло последнее дополнение, и они сказали, что игра достигла, ну, типа, своего потолка, и мы не хотим, не видим смысла, и не будем развивать ее. Поддержка серверов продлится, вероятно, еще год, до 1 июля 2016-го, после чего, наверное, Scrolls уйдет на покой. Я, если честно, в нее не играл, смотрел ролики, по роликам очень сложно что-то понять в такой игре, выглядит, ну, примерно плюс-минус как флешка, но суть там, конечно, в геймплее. Ну, вот, наверное, конкуренция, какая-то непродуманность в результате повлияли на то, что в The Scrolls случилось то, что с ней случилось, там еще те же с Bethesda были. В общем, судьба у игры непростая. Ну, вот, не все то, что делает Маджанг, становится Майнкрафтом. Вот попытались, не получилось, но я уверен, что студия там продолжит работать под крылом Microsoft, сделать какие-то новые вещи. Тем не менее, Scrolls была с нами недолго, но мы ее запомним, наверное. Нет. Ну, как вторую игру от Маджанга, ее и запомнят. Она запомнится такой. Вот, это, собственно, все новости на сегодня. Мы что-то под конец, мне кажется, такие, знаешь, такие, и замедлились, потому что новости такие были. Нет, там было пара очень хороших новостей. Вот, ну, а я надеюсь, что вам было весело. Захаря, я думаю, тоже надеется, что вам было весело. Безусловно, я надеюсь на это. Каждый день мы быстро напомним про наш розыгрыш, Майв в конце, который у нас проходит. Это сделаешь ты. А, я, я думал, ты такой сейчас. Ты его придумал. Ты его придумал. Кто придумал, тот и анонсирует. Напоминаю, да, что мы разыгрываем копию Batman Arkham Knight для PlayStation 4, физическую копию, поэтому только самовывоз, друзья, только хардкор. Все, что нужно сделать, это сделать свой косплей на Бэтмена или любого персонажа, в принципе, из вселенной, но довольно популярного. Из вселенной Бэтмена. А для любого персонажа из вселенной я сделал косплей на себя. Из вселенной Бэтмена. Типа на Робина можно, на женщину-кошку, если вы девушку не имеете в виду, на Бэтгерл. И так далее. Главное, чтобы это было прикольно или супер качественно. Ну, хотя, скорее, прикольно. В общем, надо, чтобы мы удивились. Да, и когда вы будете фотографировать. Это может быть видео, кстати. Ради бога. Это может быть кооп, что угодно. В общем, какое-то визуальное отображение. Главное, чтобы в кадре был с вами логотип игромании, чтобы мы поняли, что это не фейк, а не какая-то просто потырена из интернета картинка. А то, да. Вот, да, мы разыграем в пятницу. Ответы присылайте на ультера-собака-игромания.ru. Очень ждем от вас. Давайте подсуетитесь. Конкурентов немного пока что. Вполне можете выиграть себе хорошую, стабильную консольную версию нового Бэтмена. С русскими субтитрами. С русскими субтитрами. Вот. И самое главное, что я хотел сказать, что если вам нравится, ставьте лайк, подписывайтесь. А если не нравится, ставьте дизлайк и отписывайтесь. С вами были Захар Бочаров, Артаваст Марадян и Василий Копейкин. Да, до завтра, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok